Приветствую вас и я внимательно прочитал то, что вы написали и хотел бы вам прияснить некоторые моменты. Я не буду говорить и советовать вам, например, разводиться или не разводиться. Этот вопрос вам предстоит лечить самостоятельно, а я попробую вам прояснить ситуацию, чтобы вы немножечко лучше понимали о том, вообще что происходит. Итак, пишите вы, мужчина из неблагополучной семьи. Вы пишите, что наш человек сам себе зарабатывал, но при этом вы ему помогали. То есть, судя по всему, зарабатывать у него хорошо для себя не получалось. Или получалось, но по какой-то причине он брал себе лишь самое необходимое. Значит, ключевой момент в том, что вы пишите, что это неблагополучная семья. То есть, семья, в которой мужчина практически не был, кому бы то ни было нужен в своей семье. И он, вероятнее всего, был предоставлен сам себе. Ему не воспитали ни чувства ответственности, ему не воспитали ни умение заботиться, ни умение что-то делать для семьи и так далее. То есть, у него отсутствует свой образ семейных взаимоотношений. И взяться этому образу, откровенно говоря, ниоткуда. Потому что, ну, как вы и сами сказали, у человека были большие проблемы с семьей. Вот получается, что мужчина, являясь жертвой своих не очень хороших детско-родительских отношений, теперь доставляет претензии вам. И он, еще ко всему прочему, будучи предоставленным самому себе, и изначально чувствуя себя, может быть, изгоем, может быть, стиротой, может быть, как-то еще, развил в себе гордость. Да, и причем гордость достаточно нездоровая, надо сказать. Потому что, ну, понятно, что человек должен любить себя, понятно, что человек уважает себя, понятно, что он не дает себя в обиды, но ваш мужчина, откровенно, не может даже просто элементарно признать свои ошибки, а это все-таки говорит даже уже не гордость, а о некой гордыне. А гордыня, как известно, это ярко выращенная негативная черта. Значит, получается так, что у мужчины жизнь складывалась так, что он просто, ну, тут набрасывается на язык такая формулировка, как, например, он просто физически не может обеспечить вам тем, что вы хотите, но я полагаю, что он делает здесь не физически, а он морально не воспитан так, у него нет ресурсов, нет средств, чтобы предоставить вам то, в чем вы нуждаетесь. Потому что, например, у вас образ семейных отношений есть, вы знаете, как вообще семья должна быть, вы понимаете, у вас есть родители, да, которые, там, люди друг друга заботятся друг о друге, и вы все это делаете теперь в своей семье, и у вас это идеал, а у него ничего этого нет. И поскольку он взрослый мужчина, сколько он взрослый, уже сформировавшийся человек, то его объяснить вот эти вещи, ну, нельзя, потому что у человека уже есть свое видение, свои, свои взгляды, и если он вдруг сейчас, на самом деле, начнет эти взгляды менять, то, во-первых, получится, что он до вас, до того, как вы встретились с ним вместе, да, жил неправильно, это во-первых, а во-вторых, если он изменится, то, возможно, возможно, будет такая ситуация, что, ну, вот, возможно, что будет такая ситуация, что это уже будет не он, а кто-то другой. И вы попробуйте спросить себя, вот если мужчина изменится, вы его любить не перестанете, то ли это будет человек рядом с вами? И здесь мы подходим к следующему аспекту, к следующему аспекту взаимодействия, о котором мне бы хотелось с вами поговорить. Этот аспект, он касается того, что вот вы, например, говорили, что мужчина, значит, как-то, ну, не удовлетворяет ваши потребности в том, что вы хотели бы, да, и судя по тому, что вы написали, я понял, что он так ввел себя всегда. То есть у него всегда было вот такое вот отношение, собственно говоря, к вам, к семье и так далее. Ну, если раньше вас все вроде бы устраивало, еще раз повторю, это так видится, исходя из того, что вы написали. Если раньше вас все устраивало, то сейчас так получается, что, в общем-то, вас какие-то вещи не устраивают. Вам не нравится, у вас даже все дошло до развода. Возникает, наверное, ну, не очень сложный, достаточно логичный, я надеюсь, вопрос. А с какого момента вас начало раздражать такое его отношение? Ведь вы, когда начали с ним встречаться, вы, наверное, уже знали о том, что это за человек. Как он себя ведет, ведь он сразу же так себя начал вести правильно. И получается так, что либо он начал себя вести сразу вот так, и вы просто какое-то время терпели, а потом перестали это делать, да? Либо вы сначала наблюдали хорошее отношение мужчины к этому, ну, то есть такое, которое бы вас удовлетворяло. А потом, в какой-то момент, он перестал так себя вести. И в таком случае, вам нужно понять, а что это заставило мужчину перестать вести себя так, как нужно? Что это вам способствовало? И постараться проработать именно те моменты, которые заставили мужчину изменить свое поведение. И если на самом деле произошло что-то, допустим, негативное в ваших отношениях, ну, такое бывает, знаете, там, обида какая-нибудь, да? Можно говорить, что он обижается по пустякам, там, и так далее. А если произошла какая-то обида? Это одно. Это одно. Эту обиду можно вспомнить, ее можно вытащить, о ней можно поговорить. Если этой обиды нет, то тогда, получается, у мужчины исчез стимул. Исчез стимул, как себя вести. И этот стимул, видим, имеет чувственное наполнение. То есть, у мужчины были чувства к вам, он вел себя определенным образом, а потом чувства у него поугасли, он перестал себя вести определенным образом, начать вести себя более самостоятельно, более независимо и более свободно. И в таком случае вы сделать ничего не можете, вам остается либо только принять, либо нет. Слушайте, потому что вы собираетесь разводиться, а я думаю, что вы не принимаете вот такую позицию, и это ваш выбор. То есть, сам по себе выбор, он абсолютно нормальный. В нем нет ничего плохого, если вы об этом. Дальше. Собственно говоря, если мужчина изначально так себя вел, и если мы с вами пришли к такому выводу, что у него определенная ситуация в семье, то возникает вопрос, а какие раньше, ну скажем, какие раньше плюсы, какие раньше положительные, позитивные моменты доставляли вас с этим человеком быть, доставляли вас мириться с этими его недостатками? Какие ранее плюсы перевешивали минусы и почему? А сейчас эти плюсы либо исчерли, и это тоже вопрос, почему? Либо они перестали перевешивать минусы уже в вашем отношении. И тогда возникают в точности те же самые вопросы, что и были, когда мы говорили про причину прекращения поведения мужчины. Поведение, поведение соответствующего вашему представлению. Теперь же к вам вопрос. А почему вы перестали воспринимать поведение мужчины как удовлетворительное, как перевешивающее? У него есть какие-то плюсы, да? У него есть какие-то положительные моменты. Вы же с ним были и даже поженились, да, и так далее. Почему они перестали перевешивать? Были ли какие-то обиды уже в отношении к вам? Может быть, вам что-то не понравилось, может быть, вы что-то не поняли, ну и так далее. А если ничего плохого не было, значит, у вас чувства к мужчине немножечко начали повстывать. Такое тоже бывает. Такое тоже, что и говорить, случается. Ничего в этом экстраординарного нет. И если это действительно так, то вам здесь ничего не поделать. И если все упирается в чувства, если все упирается в то, что вы просто имеете разные взгляды на семейную жизнь, мужчина просто ведет себя определенным образом, а вы этого не принимаете в силу ряда плечи, то нет смысла соединять друг друга опять рамками семейных уст. Хотя бы потому, что ничего ведь по сути не меняется. Мужчина остается тем же, вы остаетесь тем же, той же точнее и так далее. Все так, как было. И глупо надеяться, что человек изменится. Изменится и вот просто так возьмет и изменится. Ну, не произойдет такого. А вот если поведение варьировало, если оно менялось со временем, вот тут нужно разбираться, а что послужило причиной изменения этого поведения. И вот постараться ответить на этот вопрос. И с причинами изменения поведения уже работать. Ну и главное, что нужно сказать напоследок, это то, что ваш мужчина может быть каким угодно плохим. И каким угодно хорошим. Вопрос заключается вот в тем. Он вам нравится или нет? Любите его? Или вы его или нет? Вы говорите, что привыкли к ним с ним жить, вы говорите, что связаны с ним и так далее. Это понятно. Но а кроме этого, вы любите, вы его принимаете таким, какой он есть или нет? Если нет, то и отношения возобновлять, сохранять, продлевать, смысла, смысла не иметь. То есть мужчина действительно боится вас бодрять, потому что знает, что только вы будете, вот скорее всего, его терпеть. Никто больше, кроме вас, его терпеть не будет. Его отношения, его поведение. Но это не значит, что вы должны страдать. Постоянно плакать, нервничать и так далее. Ведь это очень вредно. Поэтому постарайтесь, как следует, обдумать все, что я сказал. И вы и примите верное решение. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!